Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить башню Линь Куэй. Сегодня у нас вторые с вами 15 боёв. Нужно отыграть... Давайте посмотрим, что там за противники вообще в целом будут. И, скорее всего, сегодня будет как раз-таки второй босс. Не-не-не, подожди. Загрузить приустановку и башню Линь Куэй выбираем. У нас уже оттуда поставлено снаряжение. Ну и поехали потихоньку. Скорее всего, боссы у нас будут на каждом... То есть, первый босс у нас был на десятом бою. И следующие будут через каждые, получается, двадцать боёв. То есть, на тридцатом, на пятидесятом, на семидесятом и так далее. Так, добиваем Джейсона и затем с напрыжки. И затем у нас в спецприём улетает Джеки Брикс Кибер. Чё-то, мне кажется, громковато немножко я сделал. Давайте чуть потише сделаю. Ну, как я и говорил, начальные бои, они проходятся вообще изи, без каких-либо трудностей. Пока не идут противники со снаряжением. И, по сути, у нас должен быть сегодня ещё и второй босс. Так как ровно пятнадцатый бой... Это будет тридцатый бой, получается. На тридцатом должен быть босс. Минус Джонни, минус Смоук. Да, они реально обновили противника в башне, потому что раньше Джонни там с Молки всякие явно не встречались. Всякие там нубы не встречались, потому что их не было на момент башни Линьпэй. Но, мне кажется, всё-таки какие-то персонажи достаточно слабенькие выходят против нас. То есть, если взять даже в пример башню Холодной войны, там на первом же бою было по тридцать тысяч здоровья, да? У противников по сорок пять, там, по шестьдесят уже, там, на пятые, на десятые бои. А здесь уже, по сути, идёт восемнадцатый бой, противников только-только начинает накапливаться, там, пятнадцать-двадцать тысяч здоровья. То есть, здесь противники намного слабее в этой башне, и я думаю, она не будет какой-либо сложной к прохождению. Опять же, в зависимости от того, насколько будут сильные боссы, да? Ну, пока я ничего, никакого сопротивления не ощущаю со стороны противника, даже со стороны босса. Но, я пока только с одним боссом и дрался. В будущем я, возможно, конечно, вижу уже двух боссов. Так, здесь мы добиваем Кесси, особо не парись. Так, получаем небольшую наградку по предметам. Пока что снаряжение никакого из башни Холодной войны не падает. Это, это, Линь Куэй. Башня Линь Куэй. Я всё время, блин, их путать сейчас буду, потому что они обе ледяные. И, как бы, их спутать достаточно просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, давай, грузи уже. Ожидайте, ожидайте, ожидайте. О, наконец загрузился противник. Так, поехали. Минус раз. Быстрые. Сразу разбираем Джейсона и добиваем Рейдена, тёмного. Интересно, у меня точно стоит снаряжение Холодной войны? Потому что, чё, такое ощущение, как будто у меня его нету. А то иногда, чё-то, слишком мало урона как-то проходит. Ну, давайте мы быстренько взглянем, чисто проверить. Да нет, вроде имеется, вроде то, что я и ставил. Тогда, видимо, просто мне кажется, видимо. Ну, двигаем далее пока что. Субтитры делал DimaTorzok О, игра, давай быстрее. Минус Мелина, минус Мелина номер два и минус Китана. Ну, как я и говорил, пока что противники идут вообще язично и с ними каких-либо трудностей не возникает. Всё-таки это вторая башня по счёту после башни ужаса, поэтому особо чё-то ждать от противников серьёзного не стоит. Но разработчики могли при обновлении башни усилить как-то противников на промежуточных боях, но они решили, видимо, не запариваться на этот счёт. Да, мы с вами обновляем попытки первый раз и потом второй раз тоже обновим после ещё пяти попыток. Пяти боёв, так сказать. Ну, давай, давай. Самое долгое, по сути, это даже не сами бои, а ожидание загрузки этих боёв. Это просто капец, конечно. Они проходят реально дольше, чем сами бои. Ну, пока что, по крайней мере. Так, опять против нас смолк, в принципе. Ну, то есть, загрузка реально длится дольше по времени, чем, по сути, сам бой проходит. Это факт, можно сказать. Так, полторы тысячи монет пойдёт. Следующий бой. Так, следующий бой против Тёмного Властелина, Огня и Кулаки Люкана и Кенши Старшего Бога. Ну, давай посмотрим. Мне не нравится вот именно, что они не стали особо сильными противников делать, потому что... Мне кажется, я специально башню сделали чисто для новичков, потому что... Ну, обладая десятого слияния любым персонажем, неважно, там, у тебя... Там, золотой, алмазный перс десятого слияния, им очень легко будет проходить эту башню в начале. Чисто новичкам только будет хоть какие-то трудности она доставляет. Но даже новичкам будет легко её проходить в начале. Потому что статов у противников реально очень много. Тут статов столько же, сколько, допустим, на сложности сложные в испытании. Даже меньше, даже меньше, намного меньше. Наверное, всё-таки даже на сложности нормальные в последней башне у них статов. Потому что у них статы по здоровью колеблются примерно от 7 до 10 тысяч. Иногда чуть больше, иногда там 18 бывает, но крайне редко в начале. Потом, конечно же, будут более сильные противники. Но несколько боёв, то есть, допустим, там, первые сотку точно новички смогут пройти. Даже имея персов, там, первого, второго, третьего слияния. Даже нулевого слияния можно пройти персом 50 уровня, нулевого слияния, золотым каким-нибудь. Можно легко будет пройти большую часть боёв в этой башне. Ну, хотя я ещё не знаю, что там встретиться, и тем более боссы, они более усиленные. Как бы для новичков с боссами будет сложнее всего драться. Если не усилили боссов, реально сделали их более живучими, особенно в более поздних этапах этой башни, то там уже тогда только нормальные коллекции смогут пройти. Более высокие бои. Но, судя по первому боссу, они их не очень сильно усилили. То есть, они стали намного сильнее, чем были до этого. Может быть, даже слабее в некотором плане. Так, а у нас с вами бой номер 7, по-моему, да? А, восьмой уже, восьмой бой. Окей. Девятый, девятый, даже девятый уже. Нифига себе время летит. Загрузки бы оптимизировали, было бы неплохо. Но они все-таки сделали их достаточно долгими. Надеюсь, что в одном из обновлений все-таки они оптимизируют загрузку боя, и будет игра быстрее погружаться в виде этого, в боев. Хотя уже столько обновлений прошло, до сих пор они не оптимизировали. Это только дольше, по-моему, становятся загрузки с каждым разом. Но, кстати, загрузки, к примеру, на iOS быстрее, чем на Android. Потому что сервера разные у игры, в принципе. Я даже особо не знаю, тут присутствуют вообще какие-то ограничения в боях, на некоторых боях или нет. Я пока особо не наблюдаю, что какие-то бы ограничения появлялись у противников. Ну, может, я просто не замечаю это, фиг его знает. А у нас с вами 10-й бой сейчас по счету идет. 25-й. Ну, я думаю, мы 30-ку легко с вами пройдем. Вряд ли там будет что-то сверхординарное. Так, ну давай загружайся уже. Да, пока нету, я не вижу даже на кратном пяти боях каких-то ограничений. Но смотрите-ка, уже противники 2-3 удара от меня стали выдерживать. Хоть у них пока нет снаряжения, некоторые из них реально в блок, допустим, выдерживают 2-3 удара. То есть постепенно идет, конечно, усиление противников, но не сильное. Так, а у нас с вами 11-й бой. Откатываем еще раз башню. Последний раз уже. Последние 5 попыток берем. И идем дальше. Сейчас у нас, кстати, закончится энергия. Нужно будет посмотреть игламку, чтобы ее восстановить. После 11-го боя. Так. А, нет, смотрите, ограничения присутствуют. Допустим, здесь у нас что-то было. Я, правда, не успел прочитать, что именно, но вроде бы что-то связанное со спецприемами. Возможно, отражение урона от спецприема идет. Ибо первый спецприем у нас особо не заблокирован. А может, был заблокирован бы второй спецприем. Фиг его знает. Я особо не... О, отлично! Хорошая карточка. Хоть немножко слияния прогрейдим смолку на броню. Ну и надо сейчас посмотреть рекламку и восстановить энергию своим персонажам, чтобы продолжить башню. Поэтому сейчас я быстро это сделаю. Восстановил я энергию. Мы с вами можем продолжать дальше. Интересно, с какого боя начнут иди уже по два босса. Пока что только один босс у нас был на 10-м бою. Я думаю, на 30-м тоже будет всего один босс. Но там уже будет награда пожирнее. Там должен быть золотой персонаж в награду. Или снаряжение какое-нибудь зелененькое. Не знаю, как они решили сделать на этот раз в боях. Было бы неплохо, если бы падало за 30-й, допустим, за 70-й бой. Было бы это. Снаряжение зелененькое выдавалось. Но что будет, я пока не знаю. То есть, как они обновили эту башню. Как они сделали дроп снаряжения из этой башни. Может, будет персонаж, а может, будет снаряга. Фиг его знает, опять же. Так, ну это опять мусор для нас, к сожалению. Снаряга пока сама по себе в промежуточных боях не падает. Что печально. Так, следующий бой. Сотрудник оперативной Соня, Токеда и прочее-прочее. А еще в конце серии мы с вами откроем... Заберем награды воин фракций. И, собственно, посмотрим, что нам за персонаж выпадет. За воины фракций. Так, поехали. Случайная замена. Вот, кстати, ограничения всякие пошли. Так, добиваем, собственно, Токеду. Изи-бризи. И у нас остается пройти буквально с вами 2-3 боя до конца сегодняшних попыток. Так. Барака, Рейден и Китана. Это предпоследний бой перед боссом. И затем будет босс, я думаю, на 30-м бою. Но мне кажется, тут каждые именно будет 20 боев после 10-го идти босс. Ну. Судя по тенденции этого появления боссов. И, скорее всего, либо там будет золотой перс, либо снаряжение. Я очень надеюсь на снарягу, потому что персы мне особо не нужны. У меня и так почти все персы 10-го слияния. За исключением там парочки из золотых. Поэтому мне более прерогативно как-то снаряжение. Ну, посмотрим. Так. Получаем еще небольшую наградку. 1300 монет. Такой себе, конечно, пойдет. И у нас с вами финальный бой. 30-й. Последняя попытка. Босс, скорее всего. Как я понимаю. Сейчас увидим. Да, босс. Саб-Зиро классический. Давайте посмотрим на его снаряжение. Если кто-то интерес... Если кому-то интересно, какое снаряжение стоит у меня на персонажах, вы можете посмотреть это в первой серии. Я ничего не менял. Итак, топорик у него какого слияния? Второго, да, вроде бы. И второго слияния ледяной перчатки. Ну, пока ничего особенного, знаете. Имеет 45-й уровень. Сколько там? 75 тысяч здоровья или что-то в этом духе. И достаточно низкие показатели по атаке. Там 11 тысяч. Или сколько. Сейчас заодно посмотрим, выпадет зеленое снаряжение. Или же все-таки будет падать... Это... Персонажи. Так. Ну, как видите, противника достаточно слабенький еще. На первых этапах боссы пока идут вообще на изи. Буквально одно-два комбо. И, можно сказать, они погибают от этого. Ну, давайте посмотрим, что снаряга выпадет. Либо же перс. Да, смотрите, снарягу дают офигенно. И это причем мумия. Самое высокое снаряга в башне Линкуэ... Самого высокого слияния снаряжения в башне Линкуэ, которое у меня имеется среди зеленых карточек. Поэтому я рад. В принципе, она у меня стоит на Скорпионе. И она понадобится у нас на более поздних боях с боссами. Ибо она дает сопротивление морозилке, заморозке и так далее. Очень полезная тема. И хотелось бы прокачать до 10-го слияния, чтобы более легко было проходить башни. Так. Ну, на этом у нас пока башня... Прохождение башни приостанавливается. И мы с вами, как и обещал, откроем с вами набор воин-фракций. Сейчас посмотрим только... Так. Ну, задание я заберу, наверное, уже за кадром. Я не думаю, что вам интересно смотреть, сколько там душ мне дают. Хотя, может быть, кому-то интересно. Там, грубо говоря, фигня дается. Так. 80 душ. 40 тысяч монет. Карточки снаряжения... Этого... Поддержки. Раз, два. Пять штук, по-моему, должны даться. Да, вот еще третья. Четвертая. Пару слияний есть уже неплохо. Остальные, к сожалению, повторки. Теперь снаряжение 3 зеленые. Должно быть 2 синие. Зеленые у нас, естественно, никаких новых слияний не будет. А вот синяя может выпасть какая-нибудь... Ну да, не выпала. Ну и остается только персонажа получить. Давайте посмотрим, что у нас в паке с персонажем. Итак, смотрим. Смотрим. Повторная золотая карточка. Печаль. Тоска. Несчастье. Нуба не выпала. И никакого алмазного перца тоже не выпала. Да. Получаем еще выполнение задания. Ну и на этом я буду пока заканчивать. Подожди, что это такое? А Линькуэ Эквипмент. Типа, ну да, я знаю насчет этого снаряжения уже. Фрост Орб. Вот я хочу Фрост Орб на самом деле. Это очень такая... Единственная, по-моему, снаряга, которой у меня нету из башни Линькуэ. Хотя, может, у меня чего-то еще нету. Я не помню точно. В общем-то, на этом тогда я буду пока заканчивать. Вам тогда огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще увидимся. Пока-пока.